Тренировка акцентированного удара Тренировка акцентированного удара – это очень сложный и трудоемкий процесс, который требует от спортсменов выполнения больших объемов, однообразной и монотонной нагрузки. Поэтому, чтобы тренировочный процесс спортсменов сделать более разнообразным, следует при совершении техники излюбленных ударов использовать различные упражнения, сочетающие в себе принцип динамического соответствия, которые способствуют одновременному развитию как техники акцентированных ударов, так и мышечных групп, участвующих в ударном движении. Наиболее существенные сдвиги в повышении силы и скорости ударов дали упражнения с отягощениями расчлененного характера. При нанесении удара принимают участие мышцы ног, туловища и рук. В связи с этим и упражнения с отягощениями для спортсменов подбираются таким образом, чтобы они способствовали развитию перечисленных мышечных групп, каждой в отдельности. Основные фазы ударного движения. Отталкивающим разгибанием ноги создается опережающее движение таза по отношению к плечевому поясу. Вращательно-поступательным движением туловища обуславливается движение вперед плеча бьющей руки. Ударное движение руки к цели. На предсоревновательном этапе подготовки единоборцев, включая в себя упражнения с отягощениями и боксерский мешок, сочетающие в себе принцип динамического соответствия с применением упражнений расчлененного характера. Примером упражнений могут быть толчки набитого мяча левой-правой рукой из положения сидя, толчок мяча двумя руками от груди, толчки набивного мяча из боевой стойки с акцентированным разгибанием сзади стоящей ноги, нанесение прямых, боковых снизу, ударов с гантелями в руках из положения боевой стойки. Упражнения с отягощениями необходимо выполнять сериями по 5-6, в каждой серии 10-12 повторений. Пауза отдыха между сериями зависит от восстановления спортсмена и длится от 2 до 5 минут, заполняясь упражнениями на расслабление и нанесение быстрых ударов по воздуху. Важное значение при этом имеет контроль за правильностью нанесения ударов, а также выполнение в период отдыха самомассажа мышц, несущих основную нагрузку. Все упражнения с отягощением выполняются с заданием выполнить движение максимально сильно быстро. После завершения комплекса упражнений с отягощениями в течение 3-5 раундов отработать коренные удары на снарядах, обращая при этом внимание на технику их выполнения. Любой акцентированный удар включает в себя две фазы. Первое. Начальное. Так называемый срыв. Отработав эту фазу, вы получаете возможность действовать в бою неожиданно, что является решающим фактором эффективности нокаутирующего удара. Срыв. Требует полного расслабления мышц и соответствующего психологического настроя. Как бы ни желание бить, удар проводится на уровне подсознания. Для наработки начальной фазы рекомендуется также упражнение. Удар по сигналу, касание. Удар по звуковому сигналу. Удары по боксерской лапе, держа которую тренер или партнер, то меняя дистанцию, но не дальше дистанции контактного удара, то резко убирая снаряд вверх или вниз. Вторая фаза удара. Разгон кулака. Ее эффективность зависит от скоростной силовой подготовки спортсмена. Тренировка может носить различный характер. Некоторые тренеры, например, исключают из тренировок своих подопечных упражнения с отягощением, чтобы не посадить скорость удара. Это ошибочное мнение. Быстрый удар без силового акцента далеко не всегда может оказаться нокаутирующим, особенно если он наносится в корпус. Для ее развития рекомендуется следующее упражнение. Жим штанги от груди лежа. Вес снаряда должен позволять спортсмену выполнить 12 повторений на средней скорости. Толчок двух гирь весом 24-32 кг. Выполненный в быстром темпе. К работе подключаются мышцы ног и спины. Рывок одной рукой гири весом 24-32 кг. Выполняется в быстром темпе. Отжимания в упоре лежа. В быстром темпе на кулаках и на пальцах. В упоре лежа с хлопками ладони между отжиманиями. В упоре сидя, опираясь на небольшое возвышение, расположенное сзади. Работа на снаряде. Здесь немалую роль играет воображение спортсмена. Целью удара должна быть не поверхность мешка, а некая точка, расположенная в его глубине. Нужно стремиться, как говорят опытные тренеры, пробить мешок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова